Наверное, вы обратили внимание, что я довольно редко говорю о себе, и тем более чудеса в моей жизни. Я даже... мне в голову не придет это говорить. Я объясню почему. Потому что мы не всегда точно понимаем, что такое чудо, или это не чудо, или, как говорится, совпадение, или это, наоборот, невероятная вещь, и поэтому действительно что-то вроде чуда. И говорить о себе так, это не скромно, а этого нужно бояться, как огня. Это первое. Второе – не о себе. Вообще о чудесах с нашим народом. Поверьте, это действительно правильно. Чудеса каждый день происходят, на самом деле, каждую минуту, на самом деле, вообще все только чудо. Вообще, а в Израиле с нашим народом просто в частности, только держимся на чудесах, и в этом нет слабости. Это же место, где Творец сказал, чтобы еврейский народ жил. Значит, здесь надо все время показывать, что он управляет миром. Это общее правило на всем земном шаре, но здесь это особо важно. Евреи, которые живут в Израиле, увы, есть такие, которые живут в Израиле, и не верят. Я даже не хочу произносить ничего. Короче, не верят, нет у них нашей эмуна. Эмуна – это вера. Это очень тяжело. Это очень непросто. Надо очень нам хотеть, чтобы это было. Потому что «Кол Исраил аревим зебазе» – каждый еврей связан со всеми другими евреями. И когда живет еврей, который не верит во Всевышнего, не верит в Тору, то он, кроме того, что ломает свою жизнь, он ломает жизнь всем другим. Теперь, поскольку это вещь, которую мы не знаем, мы не можем измерить, мы не можем сказать, то кулаками мы не размахиваем. Просто мы должны убеждать другого еврея, чтобы он шел по линии Торы, по линии эмуна, по линии митцвод. В первую очередь, это означает, что мы сами должны стараться идти по линии митцвод, по линии Торы, по линии эмуна, веры и так далее. Это общее правило. И если ты хочешь помогать своему народу, другим, и так же заодно себе, это ничего стыдного нет. Потому что если другие евреи ведут себя хорошо, то и тебе будет хорошо. И обратно, если я веду себя хорошо, то другим будет хорошо. Так что такие желания нормальные, совершенно, и мы можем об этом говорить. И есть еще что-то, что я бы хотел сказать. Мы читаем Шмуне Исрей, это молитва. Центральная часть нашей молитвы называется Шмуне Исрей. И читается утром, и днем, и вечером. В каждой из Шмуне Исрей, без исключения, как в будничной молитве, так в субботней и в праздничной, есть предпоследний отрывок, предпоследнее благословение. Это называется Модим. Благодарим Всевышнего. За что мы благодарим? И там написано. За чудеса, которые с нами. И на иврите прямо Эра, Вабокер, Ветцога, Раи. Вечером, утром и днем. То есть мы утверждаем это три раза в день. Что чудеса с нами все время. И мы благодарим об этом три раза в день. Так что понятно, что есть чудеса. Но о чем вы правильно предположили, не принято так с такой легкостью рассказывать о себе, что вот это чудо со мной произошло. Народ, безусловно, так говорит. Есть много людей, которые так говорят. Но поскольку, мне кажется, надо быть чувствительным, чтобы не перейти границу, и из правильного чувства, очень правильного, благодарности Всевышнему, не перейти в хвастовство и в утверждения, которые необоснованы или малообоснованы, надо отходить от этого. Мы молимся, мы говорим это три раза в день. Благодарим за чудеса. Поэтому укреплять эту мысль не надо. Надо молитву говорить три раза в день. Вот что я хочу сказать. Вы, конечно, просили какие-то случаи в моей жизни. Значит, вы уже поняли, что я не буду об этом говорить. Я не люблю об этом говорить. И, кроме того, опять, ваше желание понятное. Но вы должны тоже понимать, что взаимоотношение человека, любого человека с Творцом, взаимоотношение. Я с ним, он со мной. Это вещь, образно говоря, тонкая, внутренняя, вы уже сказали, даже какая-то интимная. Не есть предмет обсуждения, не есть предмет, тем более, болтовни, хвастовства или легкомыслия. Вот это самое. Вы знаете, со мной вчера такое чудо приключилось. Это народ-то говорит, но это легкомысленно. Вот. А вот случилось что-то, за что я очень благодарен Всевышнему, это можно сказать. Не называя это чудом или не чудом. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...